Президент Казахстана присутствовал на российском экономическом форуме. Принять участие его пригласил лично президент России. Во время форума было подписано соглашение между Казахстаном и российской группой компании Сбер. Президент отметил, что данное соглашение свидетельствует о высоком уровне сотрудничества между странами, благодаря которому можно уверенно заявить о взаимном доверии. Документ во всех отношениях стратегический. Президент России Владимир Путин еще раз поблагодарил своего казахстанского коллегу, который лично вник в эти проблемы, лично привержен им и уделяет большое внимание проблемам современных высоких технологий. Глава российского государства также поблагодарил Такаева за то, что он выбрал российскую сторону в качестве стратегического партнера для Казахстана. Он подметил, что цифровые технологии очень важны и востребованы на рынке. По словам Путина, компания работает в Казахстане уже на протяжении 15 лет. И подписание соглашения – еще один шаг в укреплении партнерских отношений. До этого в полях ВЭФ премьер-министр Казахстана Аскар Мамин и глава российского Сбербанка Герман Греф подписали меморандум о сотрудничестве в реализации проектов цифровой трансформации Казахстана. Кроме того, Казахстану пора конкретно рассмотреть вопрос о строительстве атомной электростанции, как сказал президент Казахстана. Такаев ранее поручил правительству и казахстанскому государственному фонду Самрук Казына изучить возможность развития ядерной энергетики в республике в течение года. По его словам, к 2030 году в Казахстане будет дефицит электроэнергии. Вопрос о строительстве АЭС в Казахстане обсуждается много лет. Весной 2019 года в ходе переговоров с президентом Казахстана в Москве президент России предложил построить в Казахстане атомную электростанцию с использованием российских технологий. Казахстанская сторона сообщила, что окончательное решение о строительстве АЭС будет принято с учетом мнения жителей страны. Такаев также затронул вопрос безопасности, отметив, что угроза исходит из Афганистана. «На мой взгляд, угрозы и риски, исходящие от этой страдающей страны, очевидны. С уходом американцев там осталось огромное количество оружия и самое современное оружие на сумму более 85 миллиардов долларов», сказал президент Казахстана. Касым Жамарт Такаев также выразил удовлетворение тем, что государства-члены ОДКБ придерживаются единой линии в этом сложном вопросе. Также президент Казахстана выразил удивление, что российская вакцина «Спутник-5» еще не прошла международной сертификации. По мнению президента, это связано с требованиями ВОЗ.